Третий год подряд в Ленинском районе проводится благотворительный марафон «Благовидная», инициатором которого является Илона Броневицкая, общественный деятель, жительница нашего района. История марафона началась с помощью маленькому жителю нашего города Васи Матавилову. Тогда, в 2016 году, многие люди восприняли беду Васиной семьи как свою собственную и приняли активное участие в акции. В течение всего дня шел сбор средств на лечение мальчика. Ведущие телеканала «Видное ТВ» в прямом эфире призывали помочь семье в их беде. Неравнодушные жители города, объединившись, высадили яблоневые деревца и вместе создали Васильевский сад, который через год навестил сам герой первого благотворительного марафона Вася Матавилов. Мы растем, и наш сад Васильевский тоже растет вместе с нашим Василием. Мы уже ходим своими ногами, потому что прошлый год назад мы были еще на коляске. Сейчас мы можем ходить, передвигаться спокойно, благодаря поддержке всем близким и жителям нашего города, которые нас поддержали в нашу трудную минуту. Ну а в 2017 году было решено провести еще один благотворительный марафон. Те, кто принимал участие в первом мероприятии, с радостью поучаствовали вновь и пригласили своих друзей и знакомых. Оба раза финал «Благовидное» проходил во Дворце спорта, где организаторы устраивали большой концерт. А каждый его участник или зритель мог в специальный ящик положить любую сумму денег. В этот раз средства были собраны в помощь четырем юным жителям Ленинского района, для которых наша поддержка была очень необходима. Мы поможем детям, которые нуждаются в помощи, но мне кажется, он более важен для нас, для тех, кто сегодня здесь собирается. Это говорит о том, что мы готовы быть милосердными, готовы приходить на помощь к тем, кто нуждается. Мы открываем в себе вот эти щемящие струны сострадания другим людям. Действительно важно не оставаться в стороне от общих добрых дел. Это подтверждают и жители нашего города. Конечно, важно, необходимо. Потому что не все могут своими средствами как-то справиться с ситуацией. А помощь, конечно, она всегда нужна. Одним очень сложно выжить, поэтому всегда это приветствуется. Я больше перечитаю деньги, когда всякие марафоны устраиваются, и я энную сумму сбрасываю. Ну, конечно, если у человека нет средств, чтобы, например, купить инвалидную коляску, сделать операцию, конечно, если каждый даже по 100 рублей будет собирать, то я думаю, что это большая помощь. Жалко только, что это не делает наше государство. Оно должно этим заниматься, а не сбор, значит, вот с миру по нитке. Вот такое мое мнение. Чем больше будет таких вообще мероприятий, тем добрее наша жизнь станет в общем. Своё милосердие и человеческое участие каждый житель Ленинского района может проявить вновь. 1 июня 2018 года пройдёт благотворительный марафон. Наш телеканал начнёт свою работу в прямом эфире в 11 часов, дав старт мероприятию. А в 17.00 в Центральном парке Видного состоится большой концерт, на который сможет прийти любой желающий, чтобы не только посмотреть выступления артистов, но и внести свой посильный вклад в общее благое дело, положив в ящики для сбора средств любую денежную сумму. Все средства будут направлены на приобретение инвалидных колясок двум юным видновчанам, братьям-близнецам Даниилу и Денису Коптилкиным. К слову, каждый желающий помочь мальчишкам может это сделать уже сегодня, отправив деньги на короткий номер 3434. В смс-сообщении необходимо написать слово «платёж», далее «пробел», слово «видное», «пробел» и далее «сумму пожертвования».